На Инзерейском месторождении, которое разрабатывает компания «Лукоил Коми», прошли очередные комплексные учения аварийно-спасательного формирования. Главная их задача – оценить готовность спасателей к чрезвычайным ситуациям и технические возможности оборудования. Поступил угодно условный порыв нефтезборного коллектора «ПОС-3-225». Звонок в диспетчерскую, связь со спасателями и процесс запущен. Через несколько секунд на месторождении уже все знают – случилось ЧП. Согласно легенде учений, на одном из водоемов произошел разлив нефти. На место происшествия оперативно прибывает аварийно-спасательное формирование. Первоочередная задача – локализовать нефтяное пятно на поверхности воды. Для этого используют сборный «Бон». Он не допустит распространения нефтяного пятна по всей поверхности озера. С помощью лодки один конец «Бона» перекидывают на противоположный берег водоема и приступают ко второй части операции. Это собираем резервуар для временного хранения собранной нефти. Переносная конструкция позволяет практически в любом месте организовать временное хранение жидкого углеводорода. Сначала струей воды нефть пригоняют ближе к берегу, а затем откачивают при помощи специальной установки. Скеммерная головка, щетки, которые будут забирать нефть, и специальные пластины, на которых она скапливается, там такое углубление. А откачивающее устройство сразу на нем находится. И получается, со станцией управляем, как бы регулируемый скеммер, вращение его, и от устройства насоса, то есть больше-меньше. Набираем и откачиваем. По частям. Тем временем берега озера обрабатывают сорбентом, чтобы не нанести вред водной экосистеме. К слову, весь процесс ликвидации аварии проводится согласно правилам экологической безопасности. Так, порошок сорбент, который впитал в себя нефтепродукты, утилизируют на отечественной передвижной установке. Собранная нефть утилизируется на ЦПС Инзерей, то есть откачивается в дренажную линию, потом подготавливается, закачивается опять несет сборную коллекцию. Не менее сложная операция по ликвидации разлива нефти и на суше. По легенде, один из резервуаров разгерметизирован. В результате утечка нефти. Первым делом необходимо пролить противопожарную пену, а значит, в операции задействован пожарный отряд. Его главная задача – не допустить возгорания разлива. Если объемы утечки большие, устанавливается заграждение. Оно препятствует распространению жидкости по территории месторождения. Затем углеводород с помощью вакуумного аппарата собирают в переносной резервуар и утилизируют. Здесь именно оперативность. Время решает все в этом плане. То есть вовремя перекрыть, начать дренировать, установить заградительную стенку. Чем быстрее все это будет сделать, тем меньше будет загрязнений. Все действия аварийно-спасательного формирования комментируют наблюдателям, представителям окружной прокуратуры, главного управления МЧС России по Ненецкому округу, инспектору в области охраны окружающей среды, специалисту гражданской защиты. По итогам учений они дали оценку готовности предприятия к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Итоги положительные. Команда работала слаженно, быстро, грамотно, оперативно. Команда прекрасно экипирована, оборудование. Все так, что надеемся, что справляется отлично. По словам Вадима Свящева, на предприятии делают акцент не на ликвидации аварий, а на их предотвращении. В целях профилактики чрезвычайных ситуаций компания следит за квалификацией сотрудников и технической оснащенностью месторождения. Когда защищал, аттестовал наше нештатное аварийно-спасательное формирование АВПАО «Лукойл» комиссии Минэнерго России, то обратили внимание на то, что в обществе «Лукойл Коми» у нас формирование очень по количеству спасателей большое, составляет 102 человека, аттестованных спасателей. И у нас технически оснащенные средствами. В этом году учения на Инзерейском месторождении приурочили Году экологии в России.